МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. На труды и химию в другие кабинеты набит в столовую целая рекреация. Чиновники от образования края раскрыли детали обучения в школах. Пять месяцев в простое. Алтайские кинопрокатчики выступают против двойных стандартов и уже умоляют властей вернуть кино. Как сложатся звезды, в Барнауле снова решают, откуда переедет городской планетарий. Начнем выпуск с информации о новых заболевших коронавирусом. За последние сутки в крае зафиксировали 66 таких случаев и 7 смертей от COVID-19. Довольно высокая смертельная статистика в регионе сохраняется уже несколько дней. Однако, по мнению главного инфекциониста края Валерия Шевченко, такова, к сожалению, особенность течения многих инфекционных болезней, которые приобретают масштабы эпидемии. К шестому месяцу разгула пандемии в регионе вирус широко распространился и усугубил состояние здоровья хронических больных. Если в начале в эпидемический процесс были вовлечены лица более мобильные, которые имеют много контактов, то постепенно вирус ушел в организованные коллективы, в семьи. Понимая, кто в группе риска по тяжелому течению, по осложненному течению, по течению болезни с высокой вероятностью летального исхода, мы просто, к сожалению, это видим вот теперь в жизни. Вот этот сценарий взаимодействия вируса и человека, он реализуется. Говорить о спаде заболеваемости, считает врач, пока нельзя. Первая волна коронавируса еще не прошла, и поведение инфекции все еще изучается. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе сейчас 11 317. На сегодняшний день лечение проходит 1105 человек. Чем ближе 1 сентября, тем больше беспокойства испытывают родители школьников по поводу организации учебного процесса. Как уверяют представители Министерства образования и науки региона, учащиеся будут максимально разобщены. Но возможно ли это сделать в крупных барнаульских школах, где в одной параллели порой по 9, а то и 10 классов? Этот вопрос мы задали представителям профильного ведомства. Нам разрешено, вот как вы говорите, в индустриальном районе, у нас там, где школы новостройки, они, как правило, все обучались в одну смену. У нас было такое требование. Сегодня Министерство просвещения позволяет нам частично перевести детей во вторую смену, для того, чтобы как раз минимизировать потоки внутри смены. Правители переживают, как бы третью не делать? Третьей смены не будет. Говорят, продумано и то, как будут проходить уроки химии и трудов. Школьникам ради них придется выходить из одного кабинета и перемещаться в другие. После занятий эти кабинеты будут тщательно дезинфицировать. Физкультуру в начале осени планируют проводить на улице. В дальнейшем каждая школа должна составить штатное расписание по этим урокам. В столовую, скорее всего, разрешат приходить целыми школьными рекреациями, то есть даже по 4 класса одновременно. После места приема пищи также будут дезинфицировать. Скорее всего, для младших школьников будет предусмотрено питание внутри урока. То есть будет идти урок, будет небольшой перерыв. Сходили, покушали, возвратились, ручки помыли, урок продолжается. На данный момент неизвестно, во всех ли школах нормы и правила пребывания учащихся будут одинаковы. Ведь количество школьников порой сильно различается. О детали организации учебного процесса каждая школа может продумывать индивидуально. А между тем, начало учебного года предлагают сдвинуть на октябрь. По крайней мере, с такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Василий Власов. Он считает, что работа школ с сентября спровоцирует новую вспышку коронавируса. А вот ближе к октябрю ее удастся избежать. Что по этому поводу думают барнаульцы, выясняла наша съемочная группа. Как вы относитесь к тому, чтобы начало учебного года перенести на октябрь? Я отрицательна. Дети должны учиться в школе, а не сидеть дома. А вы не боитесь, что заболеваемость? Нет, не боюсь. Я считаю, что это вообще надуманная история. Дело в том, что если пандемия действительно бушует, мы считаем, что это просто необходимо. Детей все-таки жалко. Дистанционно тоже можно учиться. Ну, вроде сейчас на спад идет. Я думаю, наверное, с первого сентября. Все-таки такая дата, это уже устоявшееся число. Если действительно на октябрь, то почему стоит это сделать? Ну, мне кажется, чем дальше, тем больше будет пандемия. Против. Почему? Ну, потому что детям надо учиться. Да их можно вообще сейчас не учить. Если они больше нас знают. Я думаю, что сейчас сентября начается сразу. Почему? Ну, как ребенок должен знать, что начало – это сентябрь. И пропускать, кажется, месяц – это очень много. О том, что при необходимости школы должны будут вернуться к дистанционному обучению, речи пока не идет. По крайней мере, в этом нас заверили специалисты Министерства образования и науки региона. Кстати, далеко не во всех сельских школах края на данный момент есть хороший интернет, а где-то его и вовсе нет. При этом федеральные власти поставили задачу обеспечить им практически все домохозяйства в стране. Министр цифрового развития региона сегодня рассказал, как эту задачу будут реализовывать у нас, ведь сейчас интернетом обеспечены чуть больше 70% жилых и административных объектов. В 2019 году стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В рамках этого проекта будет подключено к сети интернет 2537 социально значимых объектов. Практически в тысяча населенных пунктов зайдет высокоскоростной интернет. Там, где его не было, он появится. Там, где он был на невысоких скоростях, конечно же, будет усовершенствована технология, и можно будет создать цифровой каркас Алтайского края. К другим темам. Кинопрокатчики Алтайского края намерены в очередной раз обратиться к Виктору Томенко. Пять месяцев простой, огромные убытки и непонимание, почему регион возвращается к обычной жизни, открыты многие заведения, а кинотеатры до сих пор считают опасным местом, где можно заразиться вирусом. О новом челлендже кинопрокатчиков, о их настроении расскажет Ирина Корчагина. Кино, которое может закончиться не очень хорошим финалом. Просьба открыть кинотеатры – это уже не просто прихоть зрителей. Это жизненно важно для тех, кто работает в сфере кинопроката. Никакой поддержки во время пандемии. Почти полгода на паузе. Кинотеатр «Пионер» в Барнауле уже потерял большую часть коллектива. Ребята увольняются уже самостоятельно, ищут более оплачиваемые места, чем мы можем сейчас им предоставлять. Нам, конечно, это очень больно, потому что мы же тут работали одной большой семьей. Мы едем в автобусе, мы едем в маршрутке, мы общаемся на работе. Это то же самое в кинотеатре, все равно там же отдельно как-то сидят. Еще карантин толком не закончился, и этот масочный режим, он не открывает возможности сходить нормально в кино. Пусть каждый человек задумывается о том, что надо повышать иммунитет. Имбирь, вот у меня в кармане имбирь, ягодка. Ребенку заведу и сам кушаю. Так что пора в кинотеатры. Тяжелые времена сейчас у всех. Так собственник сети «Киномир» заявил о своем желании обратиться к Виктору Томенко с просьбой разрешить работу кинотеатров. Аргументы понятны. Если их не открыть сейчас или в ближайшее время, зрители пропустят интересные премьеры. Ну а некоторые кинозалы уже никогда не откроются. Все эти ограничительные меры попахивают двойными стандартами. Например, сзади меня обедают люди. Между их столиками точно такое же расстояние, какое кинопрокатчики обещают обеспечить своим зрителям в зале при просмотре фильмов. Открылись фитнес-центры. Власти провели день флага. В Барнауле готовятся ко дню города. В Яровом живое выступление певца «Нелета» превратилось в концерт. Футбольный матч на «Динамо». Трибуны пустые, зато болельщики отцепили забор. При этом кинотеатры закрыты. Несмотря на то, что собственники сети обещают дезинфекцию после каждого сеанса. Также вентиляция не пускает воздух обратно в зал. Для зрителей продажи билетов в шахматном порядке. Наша программа была обновлена. И теперь, когда вы покупаете билет, неважно, оффлайн или онлайн, вокруг вас автоматически бронируются места. То есть вы придете один, вы придете с семьей, вы придете с другом. Покупаете билет, и уже автоматически места вокруг вас будут забронированы. Кстати, несмотря на то, что правообладателям невыгодно крутить премьеры в полупустых залах, они все же готовы пойти на риски. Так что, если кинотеатры откроются в сентябре, мы увидим такие фильмы, как «Довод», «Новые мутанты», «Мулан» и многие другие. Завтра кинопрокатчики запустят в инстаграме челлендж «Откройте кино». Если просьба будет услышана, то скоро зрители смогут открыть мир кино. Заново. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. С криком о помощи к губернатору обратились и жители одного из бурнамульских домов. Им уже приходилось вызывать сотрудников МЧС. На втором этаже жилого здания несущие конструкции сгнили и начали разрушаться. Люди боятся однажды оказаться под завалами дома, у которого уже 80% износа. Здание на Первой Западной было построено еще в 1949 году, но мэрия города не признает его аварийным. Вместо ожидаемого расселения люди получили капитальный ремонт, который не могут назвать даже косметическим. Их возмущает, что за внешней обшивкой и сайдингом теперь будут скрываться истинные проблемы дома. Основные конструкции не исправляют только отделку. Расселения тоже не было. Почему начали вот это все делать и на людей сыпалось это буквально на голову. Для чего это делали? Надо было расселить это все и делать спокойно ремонт, а не издеваться над нами. Исполняющий обязанности главы Каменского района Евгения Городиенко не будет заявляться на новый срок работы в должности руководителя муниципального образования. Об этом нашему телеканалу сообщил источник знакомой ситуации. Сама же глава муниципалитета от каких-либо комментариев воздерживается. Между тем, 20 сентября – финальный срок подачи документов на пост главы района. Пока желающих взять на себя ответственность за скандальное поселение – нет. В причинах разбиралась Валентина Аскерова. Начался ремонт дорог. Бывает на разных мероприятиях. Молодец женщина. Вот нужно взять в свои руки, а мужикам-то вообще делать нечего. Только балабонят. Балабонят – это каменцы о местных депутатах, которые устроили на одной из сессий, по словам людей, настоящий цирк, обезглавив район на 17 дней. Вы в натуре скоты оказывается. Вы вообще идиоты. Люди-то что о вас думают. После народные избранники схватили за голову. Подписывать ряд важных документов стало некому. На внеочередной сессии они положили конец анархии временно – до 4 сентября. Народ в принципе в массе своей. Они поддерживают нынешнего исполняющего обязанности. Проявляют несимпатии определенно. Общественники записывали в свое время когда-то разные видео, чтобы оставили Евгению Гордиенко. У депутатов есть к ней вопросы. Вопросы не на пустом месте о расходовании средств, выделяемых из краевого бюджета. Возможно, скоро вместе с новым главой вопросы отпадут. До 20 сентября принимаются заявки от кандидатов на пост главы Каменского района. Правда, документы пока никто не принес. Потому что достаточно многое количество людей, которые, может быть, и готовы были бы на себя взвалить эту нож, не хотят окунаться в эту грязь, склоки и скандалы. Именно, например, в этом в том числе лежит та причина, по которой до сих пор пока ни один кандидат не сдал документы в комиссию. Не заявилась на конкурсный отбор и исполняющий обязанности главы муниципалитета Евгения Гордиенко. Источники, которые хорошо знакомы ситуации, сообщили, на новый срок она не пойдет. Однако сама политик в телефонном разговоре не была так категорично. Пока одни думают, сомневаются, решаются другие, обычные люди. Ждут и мечтают, что их район возглавит тот человек, который принесет реальную пользу району. А все политические распри останутся в прошлом. Но пока из-за них дефицит всего. И особенно кадров на разных уровнях. Можно бы хотя бы врачей как-то к нам в камень привлекать. Врачей-то у нас нету. Это же ужас. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Алтайский край дополнительно получит больше миллиарда рублей на ремонт дорог. Очередная круглая сумма поступила по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Одно из основных условий предоставления средств – их освоение уже в этом году. В июле губернатор края Виктор Томенко обратился в правительство страны с просьбой выделить доп. финансирование на обновление трассы. В итоге миллиард с лишним рублей направят на ремонт дорог, соединяющих райцентр с Бурнаула. Основные участки реконструкции развернут в Топчихинском, Первомайском и Залесовском районах. Их общая протяженность – почти 67 километров. Завершить обновление должны до декабря. В целом за последние три года объем дорожного фонда в крае вырос на 3 миллиарда рублей. В 2020-м совокупные расходы на ремонт трасс превысят 13 миллиардов. А вот главный проспект Бурнаула – самый бестолковый и опасный в России среди городских бульваров. По крайней мере, так считает известный московский блогер, который в последнее время довольно активно и резко высказывается о разных инициативах местных властей. Жесткой критике подверглась и аллея на проспекте Ленина. Буквой «П» через три пешеходных перехода – именно так приходится ходить тем, кто решил прогуляться по аллее на проспекте Ленина. Чтобы вернуться обратно на аллею, пешеходам приходится стоять возле каждого светофора около минуты. При этом получается большой круг, потому что в данном случае светофора здесь три. Но есть и другой вариант – пойти прямо, рискуя попасть под колеса автомобиля. Впрочем, многие барнаульцы так и рискуют. Обходить опасный разворот, видимо, слишком долго и оттого неудобно. Главный проспект города с аллеи посередине проходит от площади Октября до улицы Льва Толстого и на своем пути имеет десять перекрестков. Но ни на одном из них нет соединительного пешеходного перехода. От такой логистики в восторге не все барнаульцы, да и не только они. Ну, желательно, потому что очень опасно перебегать. Это затруднит движение. Так, слишком много машин на дорогах. Мне кажется, можно перейти и войти. А вы по пешеходным переходам ходите или вот прямо? По пешеходным. А вы сейчас хотели тут пойти, не боитесь? Ну, как бы уже привыкшие все ходят так. Недавно московский блогер Илья Варламов оценил, что говорится, по достоинству местный бульвар. В центре Барнаула мог бы появиться крутейший непрерывный маршрут, который соединил бы площадь Октября с речным вокзалом. Вместо этого чиновники решили, что опасный бестолковый бульвар целесообразнее, чем комфортное пространство для пешеходов и велосипедистов, которое помогло бы разгрузить центральные улицы. А это пешеходная аллея на Георгии Исакова. Светофоров тут нет, зато и сквозные пешеходные переходы, которые соединяют улицы. Гулять тут можно напрямую, ну или, например, кататься на велосипеде. Многим барнаульцам прогулки здесь нравятся больше, чем по главной аллее города. Здесь удобно на велосипеде ездить и пешком. Не нужно пересекать большие дороги. Ну и сама аллея длинная. Очень удобно. Мы каждый день гуляем, в принципе, с ребенком. А что можете сказать про аллею на Ленинском проспекте? Там их нет вдоль аллеи. Мы там, если честно, редко гуляем. Ну, лучше бы они были, конечно же. Потому что если переходить дорогу, например, в положенном месте, идешь по аллее, то лучше там. В мэрии пояснили сделать сквозные пешеходные переходы на Ленинской аллее, думали. Но отказались от этой идеи соображений безопасности. По анализу аварийности у нас большое количество наездов на пешеходов и на велосипедистов. Если мы чисто теоретически сделаем пешеходный переход через разделительную полосу, у нас резко на этом участке увеличится аварийность, поскольку интенсивность движения очень большая. К слову, решив всякий раз прогуляться по аллее на проспекте Ленина, пешеходы-велосипедисты рискуют не только попасть под колеса, но и получить штраф. За переход в неположенном месте придется заплатить от 500 рублей. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Алтайский край попал в список регионов, которым угрожают лесные пожары. Об этом заявили в гидрометцентре России. По мнению его сотрудников, высокие риски возгорания лесов в ближайшее время в Иркутской области, Красноярском крае и на Алтае. К слову, у нас этим летом уже случилось немало пожаров. Так, в июле только за сутки потушили 40 природных возгораний. По информации Алтай и гидрометцентра, сейчас опасность возгорания сохраняется в трех районах края. Баевском, где зафиксирован четвертый класс горимости, а также в Краснощоковском и Зминогорском с пятым максимальным классом. Но в ближайшие дни все может измениться. На большей части территории края пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами и локальным выпадением града. Поэтому есть большая вероятность, что в Баевском, Зминогорском и Краснощоковском районах класс горимости сойдет на нет. В начале сентября в крае должна установиться сухая теплая погода. Вот тогда, говорят краевые специалисты, пожароопасная ситуация может вновь стать активной. Дальнейшую судьбу Брунаульского планетария будут решать власти города. 28 августа в мэрии планируют провести совещание, на котором рассмотрят вопрос переезда Звездного дома и здания Крестовоздвиженской церкви. Эта проблема впервые возникла больше 20 лет назад. Регулярно обсуждается, но ни один из вариантов решения не был доведен до логического завершения. Стоит ли надеяться на переезд планетария на этот раз и как к нему относятся горожане? В сюжете Ильи Кочеткова. Храм, планетарии и храм. В 2014 году Барнаульская епархия и городская администрация, казалось бы, окончательно договорились вернуть церкви здание Крестовоздвиженского храма. Основание – требование 327-го федерального закона. За пять лет мэрия должна была найти новое пристанище для планетария. Но в итоге в 2019-м стороны вновь договорились о двухлетней отсрочке. 2021-й не за горами, срок истекает. На данный момент, в первом квартале 2021 года, срок договора истекает. Мы исходим из той позиции, что договор будет исполняться. Оказалось, большинство простых барнаульцев не рада возвращению исторического здания церкви. В парке для церкви не место, я думаю, может быть. У нас есть Нагорный парк, там церковь достаточно. Планетарий, конечно. Один на весь город, а церковь на каждом углу стоят. Планетарий, чтобы люди развивались все-таки, молодое поколение. Лучше планетарий, конечно. Почему? Почему? Потому что тут культурное мероприятие. Потому что здесь отдыхают. Но как-то церковь сюда не впишется. Но снова возникает вопрос, какой подобрать для планетария новый дом. За последние годы научно-просветительское учреждение предлагали разместить в здании речного вокзала, построить для него пристанище в Нагорном парке. И, наконец, определили место в кинотеатре «Родина». Но и в последнем случае все было непросто. Здание бывшего кинотеатра «Родина» с самого начала рассматривали как основного претендента на размещение планетария. Но сначала выяснилось, что не так-то просто здание переделать под планетарий, как-никак памятник. Потом понадобилось временно разместить театр кукол и вопрос, что называется, подвис в пустоте. И вот, как нам стало известно, здание кинотеатра «Родина» снова рассматривают как новый звездный дом. В городском комитете по культуре сообщили, что к обсуждению вопроса переезда планетария вернутся уже на этой неделе. Известно, что чиновники должны отчитаться перед главой Барнаула о проделанной работе. Но подробности пока не сообщаются. Мы будем следить за тем, как сложатся звезды для планетария на этот раз. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. В Алтайском крае подходит к концу летний трудовой семестр студенческих отрядов. В этом году из-за пандемии он сложился довольно непросто. Достаточно вспомнить случай смерти бойца стройотряда от коронавируса. Об особенностях трудового сезона расскажет София Яценко. Ребята студотряда «Планета» заканчивают свой третий трудовой семестр. Несмотря на пандемию, работы у бойцов строительной дружины предостаточно. На трассе Барнаула-Рубцов, к примеру, они прокладывают трубы для слива воды и устанавливают дорожные барьеры. Работа пандемии тут никак не отличалась. Мы как приехали сюда работать, у нас была только одна проблема. Это были маски, антисептики в местном помещении, где мы живем. То есть в нашем расположении. А остальных проблем как таковых не было. В отличие от строительных, педагогические отряды и студенты-проводники оказались невостребованы. И это впервые за современную историю отрядов. В итоге парням форму вожатых и железнодорожников пришлось сменить на спецодежду и взять в руки лопаты. Сменили компетенции и девушки. Они пошли работать в сферу туриндустрии. Сезон начался с определенных ограничительных мер по указу губернатора нашего региона. И он начался немного позже обычного срока. Но тем не менее студенческие отряды именно сервисного направления, они приступили к своим работам. Большой спрос именно на работу студенческих отрядов именно в этом направлении. В краевом штабе студотрядов признаются, несмотря на все сложности этого сезона, постарались задействовать максимальное число ребят. К работе привлекли порядка 70% бойцов. Это 45 отрядов. Половина из них трудится в крае, остальные за его пределами. Работают также на стройках и занимаются благоустройством. Как отмечают ребята, в этом году зарплата осталась на уровне прежней. Но в условиях пандемии рады и этому. Завершится трудовой семестр к середине сентября. София Иценко, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Остается напомнить телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова